Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И это обстоятельство очень важное. Мне важно оно потому, что многим, многим, тому, как мы обязаны, присутствием здесь и движением науки уже на свете нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, разделили бы... Продолжение следует... 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 В нашем городе был знаменитый историк Юрий Васильевич Беспалов. Он написал книгу. Он мало написал, он не успел. Когда вы захотите знать фундаменты этой земли, надо ходить читать. Я говорю о том, что мы теперь пытаемся посмертно извать то, что он еще не успел. Но я это к тому, что когда деятели Академии наук решили найти место, как им казалось, свободное, незаселенное, где можно построить научный центр, они мало себе представляли, насколько насыщена эта земля. И многие так и не узнали это, потому что интересы академические далеки от наземных проблем, очень часто. А наземные проблемы, которые двинули сюда, в великую страну, в Советский Союз, это только великая страна могла сделать этот город. Сейчас ничего похожего быть не может. Взять и построить город. Построить для высшей привилегии человечества, для знаний. И не один, но кучный первый среди них. Мотив для того, чтобы таким городом был биологический центр, чтобы тут была глубокая биология, был трагический. Он был связан с тем, что начиная с 1929 года, наша наука, наша огромная, замечательная наука, стал кондергат чрезвычайным гонением и уничтожением. Иллюзия, в которой у молодых людей может быть, что там все было не так. В 1929 году началась борьба философов со странным словосочетанием, отклонением от правильной линии, с меньшевистующим идеализмом. Это совершенно дурацкие слова. Они не меньшевистующих, ни идеализма там не было. В 1929 году классическая биология, созданная трудами великих людей, я вам чуть о них расскажу, была подвергнута сомнению в связи с выходом на сцену совершенно второстепенного сначала, плохо обученного, не кончившего ни одного высшего учебного заведения человека, Трофимову Лысенко. Будучи последователем сначала и учеником великого человека Николая Ивановича Вавилова, он делал, у него был любознательность, любознательность и готовность любознательностью заменять знания. Он делал интересные наблюдения, наблюдения по зависимости роста. Вы все это знаете, я просто проявляю свою систему. Вот, например, за ней, от того, что он потом назвал еревизация. Хотя еревизация была известна, но он это применил. В стороне его-то было все, были великие люди. Рассказывать я не могу, потому что всего-всего минуты. Я просто называю направление, когда вдруг этот неверостный человек в связи с политическими обстоятельствами, с тем, что в 1929 году началось уничтожение крестьянства, уничтожение уклада жизни, когда миллионы семей были разрушены и вывезены за пределы обычных местопитания, возникла угроза голода. Казалось бы, заменили отдельные крестьянские хозяйства полями, а работы стал некому. И возник лозунг. Любой ценой увеличьте урожай, иначе страна и власть погибнет. Ему все пообещал увеличить урожай в пять раз в пятилетку. Примерно так. Я не буду дальше вульгаризировать эту историю, она сложна очень. Но она трагична, потому что величайшие люди, мыслители и глубокие, основатели, на самом деле, основных идей общемировой биологии, были подвергнуты давлению, которые силы. Список таких вот нарушенных движений и мыслей колоссален. На самом деле, занимаясь этим волей-неволей, неотрывно привлекает это мое внимание, поэтому неволею. Я думаю, что за этот момент погибла страна. Страна, в которой глубокой наукой заменяется шарлатанством, жить не может. Нельзя, чтобы Николай Иванович Вавилов, основатель сельскохозяйственной академии, академии сельскохозяйственных наук, был уничтожен. Аниверситет Лысенко разглавил все возможные направления. Я вам должен представиться еще раз. Я перед вами студент первого послевоенного года. Это мой сейчас и ваш тоже, но мой совсем близкий праздник 70-летия Победы. Я пережил замечательные месяцы, дни и минуты даже послевоенных лет. Я застал великую науку. В 1948 году, между моим вторым и третьим курсом, произошла, знаете, вот, наверное, такие слова, сессия Всесоюзной и Сельскохозяйственной академии Немиде Ленина восхнил 1948 года. Это было ужасное событие. И мы, студенты тех лет, все это просто и понимали. Я много по этому поводу написал, могу сказать. Но эта сессия заседала Орлик в Переулок-4, там Министерство и Сельскохозяйственной академии Немиде Ленина в огромном зале. Исследователи, являющиеся, как там сказано, сторонниками реакционного менделизма, весьманизма организма и так далее, увольнение и высшие учебные заведения и научные учреждения лишились фундамента. И много лет длилось отсутствие должного образования. Конечно, мысль неуничтожима и стремление к знанию неуничтожима, поэтому самообразование было. Но масса учителей, получавших образование в то время, была неверостенна. И мы получали, это называлось, макобесие, или еще более интеллигентство, абскурантизм. И мы, да, она так ведь не может. Это только кажется, что биология, биология – это основа мощи страны. Как и другие могут быть науки, но биология совершенно очевидна. Это мощь сельского хозяйства, это могущество медицины, и это просто понимание мира. И сейчас вы здесь, молодые, легко относитесь к тому, что можно доказать свой геном. И внук мой приносит мне перечень моего генома. И ехидно говорит, ах, ты вот что думала, вот ты откуда взялся. Совершенно неслыханные, это невообразимые вещи. Но я хочу, чтобы внуки мои, и вы тоже к ним относящиеся, на самом деле, вот там все это мне 85, а не 80. На всякий случай. Что вы знали? Что фундамент всей современной теоретической биологии заложен на самом деле одним человеком. Все основные идеи – это удивительная вещь. это почти культ личности. Потому что когда один человек концентрирует эти мысли в себе, и настойчиво, последовательно… Ну, вы должны знать его. Это Николай Контантинович Кольцов. И вся современная наука, мировая наука, вся в целом, то есть всего человечества. Конечно, идет от первых работ Кольцова. Кольцов был затравлен и умер в декабре 40-го года. Почему? Потому что его таскали на допросы, чтобы он давал показания против арестованного великого Николая Ивановича Вавилова. Это продолжение того, что начал в 29-м году. И столько подороги всего было уничтожено. К счастью, среди множества направлений науки математика и физика были относительно мало подвержены этим безобразиям. И физики в основном, и физики-теоретики все время пытались поддержать биологию указанием на чрезвычайную государственную важность современной биологии. Среди них, где многие, это близкие мне люди. К сожалению, вот по возрасту многих на свете-то нет, но они мне все равно близки. Это глубочайший теоретик Игорь Евгеньевич Тамн, это Владимир Александрович Ингегард из биологии, Владимир Владимирович Сукачев. Многие имена вы не так знаете, поскольку вы на них основаны. Тяжелейшая ситуация была в университетах. Вы можете себе представить, если ректор университета понимает, что происходит, и знает, что биологический факультет разгромлен, что его деканом является отвратительный человек, Исаарий Израильевич Презент, ближайший друг и основатель всех публикаций Лысенко. Что уволены все генетики и цитологи по-настоящему. А он, ректор, тоже для этого как-то душа водит, он понимает, что происходит. И таким ректором в 1948 году был Александр Николаевич Несмеянов. А вот сейчас, а как хорошо, очень я вам благодарен, я же не вижу, что за спиной делается. Вот посмотрите на них немножко. Лысенко там был первый. Вот слева, слева в кре... Ну, Лысенко вот фанатичный человек. Слева сидит вот с небольшими лысами Исаарий Израильевич Презент. Чем он отвратительен мне лично? Тем, что он все понимал. Были неверочные люди, как Лысенко. А этот все понимал. Он был прекрасным лектором. Он написал даже хрестоматию по дарвинизму. И вдруг оказался красноречивейшим сторонником мракобесия. Ну, это не все. Я их всех знаю, более-менее, кроме дам. Дам, я не знаю. Всех мужчин там я знаю и в судьбе знаю. Пошли чуть дальше. Наша наука начинается вот такая экспериментальная отсечена. Я вам несколько портрет. Все имена вам почти знакомы, только акценты мои. Это какая наука? Сапер. Военный физик, на самом деле. Занятый биологией. С такими удивительными движениями, которые мы до сих пор не исчерпали. Нам кажется, что без знания вот этого не исчерпанности молодые люди не должны жить. Кроме эстетического удовольствия и чтения их трудов, масса важных вещей. Я боюсь остаться на месте. Надо двигаться дальше. Давайте просто поперелистаем. Ну, это понятно. Не нуждается, да? Вам кажется, что не нуждается. Вы думаете, что вы знаете. В 1918 году Иван Петрович Павлов понимает, что происходит со страной и в ужасе от этого прочел три лекции. Найдите их, пожалуйста. Называются они об уме и о русском уме. Поразительное завещание мудрого человека нам, вам о стиле научного исследования. О движении ума. О стойкости самое важное в науке. Я думаю, самое важное стойкость. Чтобы не дрогнуть, когда у вас опыт не такой, как вам кажется. Это очень все сложно. Она замечательная изложена. Пошли дальше. И так, и Северчина. У меня Северчина моя любовь, что вообще настоящего портрета Северчина никто не сделал. Не видно, что это тонкий, остроумный, замечательный человек. Он такой. Пошли дальше. Владимир Михайлович Сергей Николаевич Виноградский абсолютнейший гениальный человек. Открыватель автотрофности, хемоавтотрофности, хемосинтеза и таких наук. Пошли дальше. Я подпаду два слова, иначе я попаду в ужасную ситуацию. помолчусь. Так помолчу, потому что все это не только смотреть на Андрея Сергеевича Фоменцова, как из меня выходят лекции о нем. А кто из вас вот... Пусть это вам будет упрек, если вы не можете сами о них как-то не писать. Пошли дальше. Какая моя задача? Я вам просто быстро показываю фундамент великой науки. Я на конференцию не включу. Показать. Ничего может не говорить. Я о нем еще скажу. Я потом скажу, потому что это удивительно национально-российское явление. Полный охват в целом наук. Давайте перелеснем просто. Увидите имена, иначе я но когда вам захочется о ком-нибудь спросить, я тогда в неположное время сверху расскажу несколько слов о правах. Этот человек революционер сначала. Народоволец. Три года после процесса тюрьмы и величайший пониматель физиологии. Наш институт ему чрезвычайно обязан, о чем мы не всегда упоминаем. Это первый человек, который говорил нелинейность в биологии. Первый человек, который видел нелинейность соотношений воздействия и эффекта. Первый человек, который понимал значение этого первого увиденного. Как и дальше? Князь Ухтамский. Можно промолчать, да? Наверное, можно промолчать. Я, князь Ухтамский, должен был бы не я, а можно отдельно. Плюс, еще очень интересный конец жизни и очень интересный, как человек умирает. человеку, умерший за письменным столом в блокаде Ленинграда в 1942 году, дописывающий глубочайшие труды и не сдвигающийся по российскому обычаю никогда. Ну, я, например, глубоко верующий человек вот так и остался в этом качестве. Пошли дальше. Илью или чаря не могу вам и не будут комментировать, потому что должны без меня, но просто вдруг, вдруг что-нибудь там закончится, тогда это отдельно будет делать. Еще дали. Трагические фигуры, без которых не было бы XX века. Не было бы нашего XX и XXI века, если бы не было принципа, не только метода, а принципа хруктографии. Ни атомной бомбы, ни лекарств, ни аминокислотной последовательности, ничего, никаких последовательностей. Умер от голода и болезней, в Воронеже в XIX году. Отдельная история. Дальше. Сергей Сергеевич Четвериков, глубочайший эволюционист, был приглашен кольцом в университет читать лекции, а университет был в 20-е годы рабфаковский. Это значит, невероственные студенты, не получившие должного образования, полно революционных идей, как должно быть организованное общество, в основном заняты тем, что называется общественная работа, заседаниями и собраниями. И они устроили собрание, на котором осудили величайшего человека, что его лекции непонятны, естественно, непонятно, понятно, что им непонятно. Сочтя эту непонятность, свою необразованность, злым умыслом лектором, он был арестован. На его защиту встал один только студент публичный, я его потом покажу. Мы лишились колоссального умысления, а мир-то не лишился, труды его пошли, и земля сохранила часть этого интеллекта, в трудах других. Популяционная генетика, кинетика революции, ход мысли это четвереков. Пошли дальше. Петр Петрович Лазарев наш сам отец нашего института. Первый институт физики и биофизики был создан Лазаревом на деньги Леденцова в 16-м году, а мы его наследники прямые, его подготовил нас. Пошли дальше. Это первая академия биофизика. Тимофей Фрисовский это уже современность, он здесь, он с нами был. Ну, то номер в 81-м году, ну, в общем, до 81-го года это очень много. Это последний великий биолог такого масштаба от наследника наследника предыдущих поколений. Пошли дальше. Владимир Александрович Гельгард один из моих высокочтимых учителей, тот, который современную биохимию понимал в целом. И плюс к открытию окислительного фосфорирования общий взгляд, например, идея механохимии и непосредственно стремление преодолеть плоседовское разрушение науки. Он один из тех, кому мы обязаны идеей Пучинского научного центра. Дальше. Роман Хесель комсорг такое слово высокочтимое на номер. Беларусь факультет в 1941 году уходит на фронт, добровольцы вместе с братом. Брат погибает. Жесточайшие сражения, знаете, где под Москвой, какое слово под Москвой? В Химках. В Химках идет война. Много с ним связано. Он ранен в тазобедренной области и только быть полным инвалидом. Но у него был замечательный отец, заведующий авторхирургии Московского мединститута одного из. И отец сына создал по кускам. И Хесель остался преподавать генетику на биофарфе. Он один из тех, кто вступил в сражение за истинную науку. Кроме того, мы ему обязаны тем, кто нафрил айбосомы. Те, кто будут говорить о айбосомах и забудут упоминать, как иногда забывают наши соседи в соседнем институте, будут делать преступления. Потому что Хесель открыл айбосомы, что не помешало дальнейшим угонениям как убежденного менделиста, бейсманиста и так далее. Пошли дальше. Это мой любимый герой. Шилов. Основатель концепции сопряженных реакций. Я думаю, вы меня слышите? Идея сопряжения, термодинамического сопряжения одних процессов с другими Николай Александрович Шилов. Он написал поразительную книжку в 1905 году о сопряженных реакциях. противогаза. среди прочих своих достроен Николай Александрович бросился на фронт в Первой мировой войне, потому что как его учитель Николай Зеленский он делал усовершенствованный войну с отравляющей веществой. С противогаза. С противогаза Шилова спасли тысячи людей, а чтобы их спасти нужно было убедить их носить противогазы, одевать на себя эти резиновые морды. Они не хотели солдат. И он поехал на фронт, вот ему дали генеральские погоны и прямо на передовой развернул штаб, где спасал обучая людей. И стал крупнейшим специалистом на земле по борьбе с отравляющими веществами. И потому уцелел в советский время, он был заведом в Кафедре в МВТУ. Но главная его задача, мировая задача, мировое достижение, сопряженная термодинамика, это глубочайшие вещи. Пошли дальше. Я думаю, что до меня никто Шилова вам не называл. Вряд ли так показывает народ. А мне очень жалко. Это, как это сказать, вот должен быть герой. По всем признакам герой. Веселый, энергичный, такой, несколько вот сказочный. Он получил Рокфеллерскую стипендию, будучи молодым человеком, и пробыл некоторое время за границей, где первый написал дифференциальное уравнение в динамике популяции. И так поразил окружающий мир, совсем, он не даже такого, вот, левый, левый, вот, вот этот, вот, это вот, примерно. Книга его, его статьи по математической теории популяции стали основой мировой науки. кто же из вас это знает? Хотел бы я хоть потом узнать. И ему потом мировой науки. Мировой науки. Мировой науки.